Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает депутат Законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созыва Дмитрий Русский. Дмитрий Михайлович, добрый день. Светланой и слушателем, добрый день. Мы традиционно подводим... Давно я вас не видел. Да, мы тоже очень рады вас видеть в этой студии. Мы традиционно подводим итоги 2017 года. Отмечаем самые яркие события как со знаком плюс, так и со знаком минус. И такое задание даёт каждому нашему спикеру, который приходит в особое мнение сейчас. И вас тоже предупреждали об этом. Поэтому, чтобы, собственно, пока что не навязывать какие-то кейсы, мы оттолкнёмся от того, что впечатлило в этом году вас. Впечатлило? С политики начнём, давайте. С политики. Ну, на самом деле, мне давно уже в политике ничего не впечатляет. Но то, что была поставлена вами цель и задача, выбрать, наверное, что было интересно, может быть, и жителям города Кирова, и Кировской области, где они участвовали, где-то более активно это дело поддерживали различные СМИ, в том числе и ваши. То, наверное, на мой взгляд, всё-таки, если возвращаясь к политике, наверное, это выборная кампания, которая у нас проходила в этом году. Это были выборы и губернатора Кировской области, и выборы в городскую думу. Но начнём, наверное, сверху самому. С губернатора, конечно. Да, выборы губернатора. И мы с вами там видели, что результат оказался примерно такой же, как и в 2014 году, когда выбирали Никиту Юрьевича Белых. Поддержка как стабильно в Кировской области и в стране 70%. Значит, губернатор уже сейчас действующий, без приставки. И будем надеяться, что все его наказы избирателей и его обещания, они будут как-то реализовываться в ближайшие 5 лет. Значит, при том, что, в общем-то, всё равно я считаю, что даже при низкой явке 70% это довольно-таки большой такой надёжный пакет доверия. Значит, ну и понятно, что как раз с учётом избрания губернатора мы видим, что когда у нас приезжают новые люди, приезжают новые команды. Значит, в этот раз у нас был заезд в 2016 году, как я называю, московско-ростовских. Их новые кадры пришли. При этом мы с вами сегодня видим картинку, что не все московские, ростовские или приезжие могут уживаться в нашем тяжёлом холодном климате. Значит, и понятно, что Чехарда с командой и её сменой, как бы она, видимо, как началась в 2016 году, я думаю, что она не закончится и в 2017, и в 2018. И постоянно вот эти изменения, они будут происходить. Вот мы сейчас будем говорить, всё-таки, если Василию, я так поняла, ты оцениваешь со знаком плюс избрание его на выборах, и то, что он из ИО превратился в губернатора. Нет, смотрите, свет, 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 свет. То как ты оцениваешь вот эту Чехарду с командой? Это же минус получается, да? Это негативное событие? Плюс избрания, это я как бы озвучиваю то, что 70% пришедших на избирательные участки отдали предпочтение губернатору Васильеву. То это такой определённый плюс доверия кировчанам. А всё, что дальше, наработает он плюс или минус, это его работа. Я ему сейчас ни плюсов, ни минусов. Я просто хочу, чтобы ты оценил вот эту Чехарду с командой. Это нормальный процесс или это ненормальный процесс? И к чему это приведёт? Ну, на самом деле, я считаю, что когда идёт изменение в команде по профессиональному уровню и пытаются поставить более сильных и более лучших, это одна история. Это ничего плохого нет, так работают все и коммерческие структуры. Потому что всё равно я считаю, что руководить министерствами, департаментами, замгубернаторами должны, в принципе, люди профессиональные и лидеры определённого мнения. Этот политез мы принимаем. Оценка. Оценка, да. Когда идёт Чехарда и приезжают люди совершенно непонятно откуда и зачем, и не разбирающиеся в каких-то элементарных вещах, и ещё потом эта Чехарда происходит с кучей уголовных дел и с какими-то негативными последствиями и для жителей города Кирова, и Кировской области, и всё-таки, наверное, это негативное влияние и на имиджи самого губернатора, то, конечно, это не самая лучшая история. Это, конечно, так не должно быть. О чём это говорит? Это говорит, что, как и у Никиты Юрьевича, у губернатора Васильева есть проблемы с подбором кадров и с командой. А может быть, не у Никиты Юрьевича и у губернатора Васильева? А вообще в стране есть проблемы с управленцами и с кадрами? Если сказать глобально, то мы это ощущаем, конечно. То есть это общая тенденция? Это общая тенденция вообще в России, потому что, к сожалению, люди не подбираются по своим каким-то человеческим и профессиональным качествам, и лидерским качествам, потому что, в первую очередь, я считаю, что везде должны быть лидеры, которые могут за собой вести людей, которые могут доказывать свою точку зрения, которые могут делать, на самом деле, больше позитивного, чем негативного. Есть гипотеза, что люди, которые имеют свою точку зрения и могли бы сделать много для региона или для страны, а в данный момент времени просто во власть не идут, опасаются. Ну, я думаю, что это первая причина, как ты говоришь, а вторая, я думаю, что просто они никому и не нужны. Задачи и цели совершенно другие, и при этом мы из этого и видим все, что происходит в стране с экономикой, с промышленностью, с производствами, вообще с развитием даже малого и среднего бизнеса. Это показывает о том, что мы никак не можем вот эту волну поймать вообще, как бы, позитивного, такого созидательного труда. И это как раз вина, я так думаю, тех людей, которые фактически не понимают, зачем они поставлены, для чего и свои цели и задачи. Еще пару вопросов по губернатору. В момент прихода Игоря Васильева в должности исполняющего обязанности губернатора Кировской области очень много писали о нарастающем конфликте между элитами, кировскими элитами и пришедшей командой. Как ты считаешь, этот конфликт решен? На самом деле нет никаких кировских элит, я так думаю. Есть какая-то группа бояр-олигархов, как я всегда говорю, она всем известна, их 2-3 человека, которые всегда могут и договариваться с пришедшим руководителем территории. Они договорились? Конечно, они все договорились. Это же видно. Что является показателем того, что они договорились? Ну, во-первых, все остается как есть. Эти люди присутствуют при всех встречах и разговорах. Ключевых, да? Да, при губернаторе. При губернаторе. И в данном случае все это видно и заметно, то на самом деле как бы не надо тут испытывать каких-то иллюзий, что все там поменялось, все перезошло. Произошли какие-то корректировки, да? С учетом, я думаю, что определенные переговоры с Белых, они были одни. С Васильевым это другие. Ну, вот это все корректируется, это все как-то выстраивается и, в общем-то, все дальше продолжается так, как оно есть. Раз уж мы заговорили про город, то понятно, что произошли изменения в связи с тем, что была переизбрана городская дума и возглавила городскую думу Елена Васильевна Ковалева. И в городскую думу перешел один из тех олигархов, о которых мы говорили, господин Крепостнов. Да, который всем показал, что в данном случае все его интересы в городе, а не в области. То в этом случае там... Это тоже событие года, ты считаешь? Я считаю, что вообще выборы в городскую думу для города это определенное событие, потому что я надеюсь, что все-таки окончательно такая плохая линия именно главы города господина Быкова за 10 лет, который пытался из нашего города создать какое-то свое личное благо, оно, мне кажется, с учетом вот этих городских выборов, оно все-таки закончилось. И вот эта связка... Эпоха Быкова в Кирове закончилась. Ну, я думаю, там Быков-последнее время Перескоков. Да, то вероятность того, что сегодня его влияние все-таки после этих выборов осталось там минимальным, и вернее все, что никак не влияет уже на происходящее в городе, это, наверное, как плюс. И мы это как бы, я думаю, что это там увидим и заметим. Насколько там будет эффективный приход новой депутатской группы депутатов и именно во главе с Еленой Васильевной Ковалевой, мы тоже это, в принципе, увидим. Значит, насколько будет меняться вообще политика города по отношению к кировчанам и, допустим, к бизнесу. Ну, вообще, получается, что это глобальные события, потому что Владимир Васильевич... Для города, да. Он, ну, простройки мне очень нравятся. А теперь, получается, и о команде Быков-Перескоков все говорили, потому что они давние друзья, они понимали друг друга хорошо, совместные планы вырабатывали. А теперь полная смена, получается, руководства городского и думского, и административного. Да, но при всем при этом мы там должны четко понимать, что как бы основная нагрузка ложится на исполнительную власть, это на нового главу администрации, это Шульгина, который, в общем-то, представляет там как бы лицо губернатора Кировской области, потому что как бы это была как раз и договоренность определенных, как я говорю, местных бояр, как они этот город... Сферы влияния. Сферы влияния, да. Что исполнительная власть, она остается там под контролем все-таки руководителей территории, а вот законодательная в лице там городской думы, она, на мой взгляд, все равно остается под влиянием тех людей, которых ты сказала, что они уже туда перешли, показав, что, в общем-то, они, интересы ихние в городе, интересы ихние остаются там самыми большими, и, в общем-то, они будут активно участвовать и противостоять всему, чему, чтобы не было так, чтобы без их решения не происходили никакие решения. Можно сказать, что новая эпоха в управлении городом наступает? Я бы пока не сказал, потому что вообще, как бы, если мы говорим об эпохе там господина Быкова, то он как исполнитель был, и мы понимали, что он был поставлен этими же людьми на эту должность, и они его сохраняли два сезона. Этими же, о которых мы сейчас в городе и говорим. И, в общем-то, понятно, что он не избирался кировчанами, он не избирался там кем-то, он конкретно был как бы сохранен и поставлен этими олигархическими структурами. Значит, как сейчас это будет все происходить? Очень мне сложно понять, но судя по первым там шагам, это уже когда на первое же практически заседание там городской думы выносится там целый пакет приватизации по определенным объектам. И дума заворачивает этот пакет? Ну, во-первых, не дума заворачивает, а шульгин заворачивает по какой-то причине, значит, то это говорит о том, что, в общем-то, как бы какая-то, тренд какой-то остается. Или наоборот прекращается, раз заворачивается. Да, значит, ну, по крайней мере, попытка же была сделана приватизация основных этих объектов, которые там, в принципе, и так в городе уже практически ничего не осталось, и мы сегодня видим, что бюджет города в ближайшие годы будет очень тяжелый. Если вы там, кто внимательно там смотрел или слушал, допустим, в 2018 году там бюджет города 10 миллиардов, в 2019-м 9, а в 2020-м уже 8. Прервемся на этой ноте на короткий перерыв. Через полминуты снова в студии с Дмитрием Русских. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает депутат законодательного собрания Кировской области 4-го и 5-го созывов Дмитрий Русских. Под финалем, что называется, городскую думу и городскую администрацию изменения в городе. Да, то я думаю, что как раз вот в 2018 год нам покажет, насколько эти изменения там имеют эффективность для кировчан в первую очередь, но судя по тому, какие я сказал цифры там, да, бюджет будет очень тяжелый и как бы он будет правильно расформирован, как он будет правильно направлен и в каких интересах, то это будет очень как бы главный показатель, который мы в ближайшие там в 2018 году увидим. То мы как бы остаемся с надеждами о том, что все-таки новая команда, она сможет там изменить мнение кировчан о том, что жизнь в нашем городе может быть и прекрасной, и хорошей, и город может быть совершенно другим, зеленым, красивым, чистым в первую очередь, да. И все-таки комфортным для кировчан, а не для приезжих чиновников, которые ездят на дорогих машинах. Там же будет еще одна история, которая позволит нам оценить компетентность новых властей в городе. Это эффективность использования федеральных средств, которые придут по программе комфортная среда и дороги. И да, и по дорожному фонду в следующем году, и там сумма еще увеличится, она будет, по-моему, 200 миллионов больше, чем в этом году. Это почти миллиард, там, 200 с лишним, там, да. То понятно, что, как бы, очень бы хотелось, чтобы эти федеральные деньги, которые приходили, они там эффективно использовались, и без всяких там левых вариантов, которые мы видели в этом году по заводу московской компании, которая делала дорогу на русское, и так и его по концовке не доделала. Пару слов про эти две федеральные программы. Как ты считаешь, то есть достаточно, недостаточно, а очень серьезные деньги пришли из федерации в этом году, и стало ли это событием, годом для города? Реализация программы «Комфортная городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Ну, вот, все равно же, вот, как бы, у нас очень много автолюбителей в городе, да, и все мы передвигаемся, даже кто и на общественном транспорте, то ощущает это качество дорог. То понятно, что, когда хорошие дороги, и ты на них комфортно не только ехать, а, в принципе, еще и безопасно, раз, и, в-третьих, это же, как бы, сохраняет определенную сохранность машин, да, то, значит, наши кировчане как бы не тратят какие-то лишние деньги на ремонт этих машин, на покупку новых шин и все прочее. То, конечно, когда город становится там с хорошими дорогами, с зелеными парками, это гораздо более позитивно. Становится? Ну, все равно он становится. Мы же сегодня, как бы, заметили, что, в общем-то, центральная улица все-таки удалось подремонтировать, их привести в какой-то определенный стандарт, порядок, и, по крайней мере, мы не ездим как по военным дорогам. Но и хотелось бы, чтобы это, как бы, и в следующем году, и в 2019 это все продолжалось. Боюсь, лишь бы это не закончилось в 2018, потому что в 2018 и в 2018 все-таки идет подготовка к выборам президента, а после, как у нас часто бывает, после всех выборных кампаний начинает такое затишье. А президент сказал, что это продлится долго. Отлично. Если у нас экономика позволит, и деньги наши будут, как бы, пополнять все бюджеты, и федеральные, и региональные, то я буду надеяться, что так будет. Все-таки реализация этих двух программ – это успех года. Это приятно для всех кировчан. Дополнение. Да, дополнение. Потому что, в принципе, понимаете, мы привыкли уже радоваться к тому, что в других странах и не радоваться. Это обычная работа администрации и чиновников. Я поняла. То есть ты не видишь, что это событие, прям какое-то было года. А что событие еще? Событие? У меня третьим пунктом написано, что в этом году ушла компания «Победа». Я считаю, что это как раз особенно для людей, которые с активной жизненной позицией, которые любят путешествовать, летать, особенно молодежь и даже люди старшего возраста. Да и не только путешествовать. Как раз активное население, командировки, студенты. Да, это была очень хорошая история, когда ты совершенно за небольшие деньги мог полететь не только в какую-то столицу нашей страны, а автоматически «Победа» давала возможность вылетать. За совершенно небольшие деньги за территорию Российской Федерации они открыли очень много направлений. Стыковочные рейсы. Стыковочные рейсы, да. У нас расстояние от Кирова до Барселоны стоило дешевле, чем сейчас от Кирова до Москвы. Да, в одну сторону. И, конечно, на самом деле, для будущего, для развития города, вообще для привлекательности его, потому что очень многие говорят, что тут будет там какое-то историческое место, где могут ездить там туристы, где-то могут ездить там на медицинский туризм. Все это прекрасно, но мы всех прекрасно понимаем, что логистика и цена — это очень важные вещи там, да. То, конечно, я очень с большим сожалению как бы понимаю, что победа от нас ушла, и вероятность того, что она вернется, очень мала. И она не вернется, вернее всего, что при этом... Но при этом мы увидели, что упал пассажирный поток, и буквально две недели назад были первые заявления о том, что аэропорт победил, а все-таки требуется бюджетное вливание. Априори убыточные. Да, априори убыточные, да. И, в принципе, все те расчеты, которые были до этого представлены прежним директором Ждановым, они как бы не вошли в расчеты. И, в общем-то, единственное, что нам не сказали, а сколько нужно будет снова тратить каждый год на аэропорт победил. И уже не на поддержание дешевых рейсов. А уже об них никто не говорит, потому что мы все заметили, что за этот год мы дешевых билетов и дешевых рейсов не увидели вообще. И с кем бы я ни летел в самолете, всех очень сильно удивляет стоимость билетов, потому что многие летят в первый раз в город Киров. И кто же сюда прилетит. Да, и в данном случае это говорит о том, что, в общем-то, с точки зрения стратегии была совершена очень большая ошибка. Которую не признают. Ну, это проблема... Чтобы ситуация изменилась, что нужно сделать? Эту ошибку признать и заняться заключением контрактов? Я думаю, что все-таки надо признать о том, что здесь была совершена ошибка стратегическая, что, в общем-то, расчет на высокий пассажиропоток дал бы определенный экономический эффект, который бы привел к тому, что мы бы вывели предприятие на самоокупаемость и без участия бюджета Кировской области, который в этом году и в следующем будет испытывать громаднейшие проблемы. И в данном случае все задачи, я думаю, что власти как можно больше сделать государственных предприятий эффективными для того, чтобы не тратить бюджет области, который и так испытывает, еще раз говорю, громаднейшие проблемы. А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, что правительство осознает, что они совершили ошибку или категорически нет? Ну, вот, осмотри. Ты сейчас задал вопрос признать ошибку. Если они до сих пор не признают ошибку, значит, они это в принципе не осознают. Но я тебе хочу сказать, что вот я же часто летаю и наблюдаю, как летают определенные руководители. Ну, они же все летают за бюджетные деньги. И стоимость там билета для них не очень важна. Они даже это не замечают. Они, я думаю, что они не знают, потому что, вернее всего, что им секретари покупают эти билеты, и это все оплачивает бюджет Кировской области. Я просто наблюдал за очень известной в нашей области за год стала замгубернатора Куземской. Сколько бы я с ней не летел, она постоянно летает в бизнес-классе. Хотя на самом деле, кто летает, они понимают, что экономный бизнес-класс в тех самолетах, которые летают в город Киров, он ничем в принципе не отличается. Но он отличается одной, только ценой. То цена одного рейса, если мне память не изменяет в одну сторону, я смотрел специально после того, как я увидел ее в бизнес-классе, составляет 30 тысяч рублей. Вот на тот момент, когда летело. Если мы понимаем, что у нас очень много приезжих, и они на выходные улетают обратно к себе домой, то вы посчитайте, сколько денег мы тратим на эти все такие выкрутасы. Многие заходят за такие деньги прилетать в Киров. Да, то если она улетала и прилетала и тратила в неделю 60 тысяч, то вот вам весь ответ на вопрос. Это по месяцу 240. То есть состояние Победилова и уход Победы это провал? Я считаю, что это большая ошибка, которая рано или поздно скажется на стратегию развития нашей области, города и, конечно, в первую очередь аэропорта Победилова. Особое мнение Дмитрия Русских слушаем мы сейчас на волнах нашей радиостанции. Последние события, я думаю, что, может быть, тебе тоже интересно. Не знаю, прямо скажи, если не интересно, скажи, ерунда. Это вообще не событие года, нечего обсуждать. Это состояние наших профессиональных команд, в частности, проблемы с командой Родина, а до нее еще были. Ну вот смотрите, хочу сказать, как человек, который всю жизнь занимается спортом и очень близок к нему. На самом деле, похоже, что история с командой Родина, она заканчивается негативно в плане того, что, вернее всего, что она, как сказал их тренер Загоскин, заканчивает, перестает быть профессиональной командой. Негативно для кого или для чего? Ну вот смотрите, негативно... Мнения есть разные. Да, мнения все есть разные, и тут очень сложно найти логику какого-то определенного решения. Значит, ну хочу сказать, что Родина повторяет историю Динамо и Олимпии. То в данном случае мы сегодня говорим, что большого профессионального спорта на территории Кировской области, вернее всего, что уже больше нет и не будет. Да, значит, та же самая тяжелейшая история и связана и с детским спортом, потому что все, кто занимается, видит, слышит, понимает, что сегодня и в этом-то направлении совершенно не хватает ни финансирования, ни возможности детей возить на соревнования и все прочее. И мы видим, что и проблемы у нас и с тренерским составом очень большие, потому что на те зарплаты, которые сегодня выплачивают в этой отрасли, понятно, что молодежь практически никто не идет. То в данном случае, конечно, история с Родиной началась не вчера и не сегодня. Вот эта вся долгая трагическая история, она началась лет 5-6 назад. Значит, просто вот ее постепенно дотягивали, тянули, потому что кто-то говорил, что у Родины 10 тысяч болельщиков, и перед выборами нельзя от них отказываться. И мне вообще не нравилось еще, когда, по-моему, политизированность Родины началась где-то при приходе Николая Ивановича Шаклеяна в 2007-2008 год. То есть даже еще раньше. Еще раньше, да, когда там из бюджета области платили деньги, довольно-таки по тем временам значительные суммы, то в данном случае ее и пытались как политический такой рычаг, потому что, в общем-то, в Кирове любят Родину, у ней много болельщиков, и, в принципе, это всегда команда считалась времен и народов, она всегда существовала. А это Родине повредило или помогло? Я думаю, что это ей повредило, потому что в какой-то момент это стал таким инструментом политическим, который, в общем-то, команде не дал возможности самой развиваться и работать именно в команде и ее продвигать профессионалам. У него такое ощущение, что их под выборы прикармливали чуть-чуть, да? Да, а потом отпускали. А потом отпускали, то есть ни развития, ни системного какой-то работы не было. Да, и при этом еще совершенно неправильная, мне кажется, позиция. Я вообще считаю, что в спорте, особенно в профессиональном, должны этим делом заниматься профессионалы. Те люди, которые знают спорт, которые в нем участвовали, которые могут организовать процесс не во вред, а во благо, да? При этом видя стратегию развития детского хоккея, при том, что мы с вами понимаем, что всегда говорилось, и я помню, когда еще при Николая Ивановича обсуждалось, значит, финансирование команды Родины из областного бюджета, основной аргументацией было то, что это основная команда, и если ее не будет, то дети некуда будут стремиться, да, потому что все хотят расти и играть в профессиональной команде. У меня до сих пор сомнения вызывают в этой установке. Ты как спортсмен можешь все не есть. Смотрите, вот надо там точно понимать, что нельзя тянуть профессиональные команды за счет детских команд. Это невозможно, это нельзя делать, это нигде не происходит. Понятно, что если бы к этому относились по-другому, не как к политическому вопросу, а как все-таки к менеджерскому вопросу, то должны были за эти годы сформироваться определенные менеджеры, которые смогли бы выстроить эту ситуацию совершенно в другом русле. На поверку что оказалось? При этом им каждый год обещали, что сначала один губернатор решит с одним спонсором, потом с другим, с третьим, и по концовке все это выливалось в громаднейшие долги перед игроками, и в долги перед налоговыми службами, и вообще большой задолженностью. При всем при этом командой руководили люди совершенно какие-то не совсем понимающие, мне кажется, не просто в спорте, тем более в хоккее с мячом. То вот это все как бы сыграло такую негативную картинку, которая, в общем-то, и привела к такому разгрому команды, при которой в этом году практически все основные игроки разъехались. Значит, очень тяжелой остается финансовая ситуация, и при этом, когда пытаются еще за счет определенных каких-то промахов решить проблему за счет детского хоккея, и еще и тут все как бы... Хотели решать, сейчас по-другому представляют проект. В данном случае это говорит о том, что совершенно непрофессиональный подход вообще к этой команде и вообще к спорту в Кировской области привел вот к этим последствиям на протяжении многого периода времени. Это не последствия сегодняшней команды. Да, я вам сказал, что это было при Николаю Ивановичу началось, проходило при Никите Юрьевиче, и сейчас происходит... То есть это не менее, чем десятилетняя история? Она очень долгая, да. И мы когда все восхищались, когда помните в какой-то период времени, я не помню какой год, восьмой или девятый, там Родина заняла третье место в чемпионате, стала бронзовым призером, все были восхищены, все были радовались, а потом вот как-то началась вот эта вся игра... Все вернулось на круги с вами. Да, то очень жалко на самом деле команду, жалко тренеров, ребят. Но что нужно сделать? У нас сейчас время заканчивается перед перерывом. Что нужно сделать? Я думаю, что все-таки нужно принять решение правительства области, что делать с командой. Что делать, на ваш взгляд? Сейчас я официально так прямо обращаюсь. На мой взгляд, надо собирать команду, собирать профессионалов, собирать людей и решать, как быть с командой, и не тянуть ее до последнего момента. Потому что то, что сейчас происходит, это совершенно... Это долгая смерть называется. Сейчас прервемся буквально на две минуты. У нас реклама, но с Родины еще не закончили, так же, как с Олимпией и с Динамо. Особое мнение на 101FM Особое мнение Дмитрия Русских слушаете. Вы сейчас на волнах нашей радиостанции. У микрофона работает Светлана Занько. И я все-таки прошу Дмитрия Михайловича свой вердикт вынести. Потому что что-то нужно делать. Это то, что говорят все. Что конкретно нужно делать с Родиной? Что конкретно нужно делать с детским и юношеским спортом? Вердикт очень сложно Свет вынести, потому что я не знаю... Я понимаю, брать на себя... Но ты не губернатор, можешь и взять. Тебя не скинут сейчас с этого кресла. Хорошо, мне не надо скидать. Стоимость сегодня игры профессиональной команды в чемпионате России составляет минимум 60 миллионов рублей. Надо там ответственно сказать, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Ты прям повторяешь слова господина Мауре вчера. Значит, то в данном случае, если правительство области или городская власть считает, что эта команда нужна, и они готовы найти спонсора, который готов это все вести, как и в других основных командах. Тем более мы слышали последнее заявление президента Российской Федерации Путина о том, что профессиональные команды не должны оплачиваться из региональных бюджетов и городских. То в данном случае или они этим занимаются, или они по-честному говорят, что нет, все, мы сдаемся. Я вообще не понимаю, почему власти должны этим заниматься. Ну, потому что все-таки, как бы ты ни хотела, Родина является брендом города Кирова. Это 100%. Каким-то хилым брендом-то уже она является. Бренд наш какой-то стал с негативной командой. Подожди, если его кто-то сделал хилым, это не говорит о том, что его не было, и он был когда-то и не хил. Я помню в детстве, когда... Да, давайте не будем бросаться в воспоминания, сейчас другая совсем ситуация. То в данном случае, вот, надо по ним принимать уже конкретное решение. Есть спонсор, нет спонсора. Значит, если вы говорите, что спонсора нет, и команды профессиональной быть уже не может, так же, как и Олимпии, Динамо у нас фактически тоже нет, да, то, значит, вы скажите, что все усилия и все средства, которые, возможно, будут перенаправлены, и будут очень сильно подтягивать детский и юношеский спорт, именно хоккей. Примерно это и заявили на днях, на встрече с родителями детей, которые играют в хоккей, власти, в лице Дмитрия Курдюмова, который курирует это направление, и губернатор Игорь Васильев это поддержал. Потому что многие годы команда верит в какие-то там обещания и надежды, и на самом деле ничего не происходит. Кто постарше, в этом году взяли, уехали и поняли, что уже ждать нечего. Но сейчас же играют ребята молодые, они тоже видят себя как-то совершенно в другом статусе, и они должны тогда понимать, им новые клубы искать, или тут оставаться, или как-то. Но это же тоже такой вопрос, на самом деле, человеческий, важный. А еще бы, если обратили внимание, в каких условиях играют, что дети, что взрослые, в каком состоянии у нас спортивном. Мы сегодня с тобой, если пройдемся по большей части спортивной школы, мы увидим примерно одну и ту же картинку. Страшненькую картинку. Она очень страшненькая, она очень несовременная. Вот об этом надо думать, нет? Да, потому что я считаю, что без определенного уровня состояния спортивных сооружений и качества этих сооружений... Говорить о содержании профессиональной команды. Очень сложно, потому что в данном случае я вам скажу, что в некоторых детских школах еще до сих пор стоят унитазы душевые 60-х годов. Где-то вода горячая не бежит, где-то там вообще пол уже весь скрипит. Но это все то, что осталось от Советского Союза, практически еще как-то сохранилось. Новых объектов, конечно, очень мало. Ну, за исключением, может быть, дворца единоборств, там еще какие-то школы. Но на самом деле, если смотреть массово на спорт, то он вызывает очень большие опасения. При том, что я вам уже сказал, что и областной, и городской бюджет на ближайшие три года будет очень тяжелый. То, значит, в этом плане тоже большого развития ждать очень сложно. Федеральные программы нужны? И федеральные нужны. Но вы посмотрите, и федеральный бюджет испытывает очень большие трудности. У нас же, вы же видите, что происходит, и куда деньги в основном идут. И в данном случае рассчитывать на какие-то там федеральные программы, при сегодняшней, очень сложно. А государственное частное партнерство не развивается? Да. Хотя я думаю, что перспектива у него очень большая. Хорошая вот такая нота. Мы ее разовьем уже в следующем году, я думаю. Как раз только что разговаривали с Натальей Мамедовой, начальником департамента муниципальной собственности, с администрацией города Кирова. Она тоже считает, что в этом потенциал. И надо пробовать, потому что опыта вообще нет в регионе и в городе. Хотя я тебе скажу, что некоторые регионы по этому опыту уже идут, и уже есть хорошие примеры. Все, вот это будет первая тема следующего года. Договорились? Да, спасибо. Еще одно хотелось обсудить событие. Это ты мне сказал. Еще перед эфиром. Что почему-то все уже замолчали, обсудили. А ты считаешь, что это все-таки процесс года тоже. Ты имеешь в виду, что дело Михаила Прокопьева? Да. Ну, понятно, что в этом году он вступил, его приговор в законную силу. Потому что в том году его вынесли, была апелляция, и все вступили. Да, и я думаю, что очень много в городе Кирове следили за этим процессом. Его очень активно и СМИ освещало. И я думаю, что всем было очень многое интересно. И при всем при этом, в самом начале многие не верили, что вообще может такое быть. Потому что, в общем-то, происходило все совершенно из далекого прошлого. Все же вышли из 90-х, кто следил за этим. Да, мы все помним, да, и 90-е, и 2000-е, когда, в общем-то, все это происходило. И уже все считали, что тема закрыта. А на самом деле, вот видите, прошло столько лет, и как бы эта тема так взлетела. И целый год там держала в напряжении весь город. Все разговаривали, шептались. И, в общем-то, итог он как бы есть, и история, она закрылась. Я считаю, что это закрылась целая часть истории 90-х, 2000-х, когда... Эпоха 90-х. Да, 90-х. И она закрылась уже, видимо, окончательно вот таким жестким приговором. И, в общем-то, точка была поставлена. Хотя, хочу сказать, что, видимо, все рано или поздно возвращается. И когда сегодня говорят, что сегодня некоторые там люди себя ведут так, что и делают все, что хотят, и им за это ничего не бывает. Ну, вот вам пример этого судебного процесса. Да, уже и никто не думал, и не знал, и уже никто и не верил. А, в общем-то, все вернулось. Прошло 20 лет. Да, 20 с лишним лет, да. И понятно, что эти АПГ, которые создавались в 90-х, 2000-х годах, организованы преступные группировки. Они к концу 2000-х годов, им пришли на смену другие организованные уже политические группировки. Если организованные преступные группировки в основном промышляли рэкетом и убийствами, то организованные политические группировки, они уже... Коррупционными схемами. Да, они уже начали вытеснять организованные преступные группировки, и на смену им пришли политические, которые, в общем-то, до сих пор там промышляют бюджетами, коррупционными скандалами, делами, рейдерскими захватами, особенно городского имущества, областного и все прочее, то в данном случае произошла такая определенная смена. И я думаю, что как раз через какой-то промежуток времени мы уже будем читать, может, через 10, может, 15 лет, как у нас с конца 2000-х годов новые организованные политические группировки работали на территории города Кирова и Кировской области. И это такой очередной переход с одного на другое. — Это вот ожидания ближайшие 10-20 лет, обрисованные Дмитрием Русским. — Это на самом деле все зависит, это может произойти или гораздо раньше, или гораздо позднее, по причине того, что чем меньше сложности, чем, наоборот, больше сложности с бюджетами и все прочее, тем эти вещи будут гораздо активнее происходить. — Да, если были бы сегодня ситуации более-таки благоприятные в экономическом плане, может быть, а это было бы гораздо дольше. — То есть если бы эти объединенные политические группировки, объединенные политические группировки... — Организованные, организованные. — Сейчас я, подожди, термина такого пока еще нет, поэтому мы с тобой придумаем. — Организованные. — Если бы они, учитывая собственные интересы, обеспечивали благополучную и стабильную жизнь населения, довольную, то, наверное, просуществовали бы дольше, чем сейчас это им грозит. — То в данном случае их ждет то же самое, что... — Что и ОПГ-90. — Да, ОПГ-90, то в данном случае мы с вами четко понимаем, что примерно как бы смысл, он один и тот же. Просто одни более в жестком формате периода того времени, сегодня они более слабым, но еще по тяжести преступления, еще надо посмотреть, кто кого перешибет. — Остается полторы минуты до завершения эфира, и хотелось бы каких-то пожеланий на 2018 год кировчанам всем. И правительству, и простым горожанам, и таксистам, и учителям, и господину Шульгину, и госпожи Коварю. Кого хочешь, поздравляй, пожалуйста. — Я вообще поздравляю всех кировчан. И не хочу выделять никого из руководства. — Давай нам всем тогда пожелание какое-то такое, знаешь, вот... — Слушайте, ну вот в данном случае я всегда хочу пожелать всем веры и надежды, и любви. Потому что без всего и без этого нам очень сложно будет жить, так как мы должны честно друг другу сказать, как у меня сказал товарищ, вы где-то сейчас держитесь, потому что дальше будет труднее. — Вот это пожелание мне не нравится категорически. Опять только верить и надеяться. — Вот будем мы с тобой верить. — С последним соглашусь тогда. — Да, с надеждой и с любовью, потому что, в принципе, все равно, как бы мы ни говорили, от нас тоже очень много в этой жизни зависит. И даже любовь к ближним, к родственникам, к детям, к внукам, ко всем. И мы все должны друг друга любить и поддерживать, и быть человеколюбивыми вообще. Как будет нас любить власть, это уже тоже другая история и тоже зависит от нас. Если мы будем от нее требовать, чтобы она нас уважала и любила, значит, она будет нас уважать и любить. То в этом плане как бы не надо искать негативных историй, потому что, в принципе, я все равно считаю, что люди могут сами решать свою судьбу. — Дмитрий Русских, это его особое мнение. С Новым годом! — Всем спасибо! Всех тоже с наступающим Новым годом! Спасибо! Особое мнение на 101FM